всем привет друзья с вами варчик еще неделя остается до завершения марафона на новый прям танчик восьмого уровня польский средний который по идее должен быть неплохой но узнаем и об этом когда начнем на нем играть а пока посоветую вам на чем лучше проходить этот марафон если вы его вообще проходите нынешний геймплей ворду танца в основном зависит от карт на которых мы играем они практически все состоят из таких направлений флангов позиций что весь бой происходит в лобовом столкновении и только в конце боя начинается какая-то тактическая суета и как ни странно хоть бои быстрые сейчас заканчиваются очень быстро практически все бои но всякие там быстрые танчики в основном не имеют никакой брони ватные и как ни странно на них тяжело поучаствовать в бою потому что бой быстрый казалось бы на ватном танке ты должен успеть поучаствовать в любом бою потому что ты успеешь доехать но на самом деле легче всего поучаствовать в бою на бронированном танке. Особенно если броня во лбу имеется хорошая, есть классная пушка, еще и при этом достаточно динамики, это идеальный кандидат для того, чтобы поиграть сейчас в World of Tanks. А всякие там ватные СТшки, ЛТшки, на них сейчас в рандоме делать нечего. Поскольку вы катаетесь по карте, вроде бы успеваете везде по ней поездить, но нигде не можете никуда подлезть чаще всего, чтобы поучаствовать в реальном сражении. В тот момент, когда на бронированных танках быстрых, у которых хорошая лобовая броня, вы сразу въезжаете в сражение, сразу участвуете в бою, а бои быстрые сейчас. Поэтому вы сразу едете и играете. Вам не нужно кататься по всей карте, искать место, где бы подъехать, что-то там стрельнуть. В целом это не только марафон вам поможет лучше проходить, но и вообще в принципе сейчас для того, чтобы нормально поиграть, нужен танчик по типу 430У. Это танк, на котором мне легче всего проходить марафон. Хоть его и понерфили, но в целом о нерфе я вообще никакого нерфа не заметил. Танк очень сильный. Хорошо едет, хорошо бронированный, корпус, башня, очень хорошая альфа, нормальное пробитие, голдуем так вообще за глаза. И на этом танке можно сразу ехать в сражение. На любой фланг, на СТ-шный фланг, на ТТ-шный, куда угодно. Играть от башни, от корпуса, ромбиком, бортиком. Как вам нравится, так на нем и играйте. Он может все. И это тот танк, который очень подходит под нынешний геймплей World of Tanks. И все ему подобные танчики тоже зайдут. Нормальная скорость, плюс лобовая броня, плюс хорошая пушка. Вот все, что нужно. Потихоньку переходим со средних танков на так называемые ОБТ. Ну а в картошке это чаще всего что-то между бронированными СТ-шками и не сильно бронированными тяжами. Таких танков в игре достаточно много. Все они разные и вам по-любому какой-нибудь понравится. Можно на Чифтане проходить марафон на 10 уровне, можно на 430У. Можно поиграть на танке, у которого большая альфа от размена хп альфу на альфу. Допустим на польской десятке 60ТП. Классных танчиков очень много. Но все из них так или иначе бронированные и могут бодаться лоб в лоб. Либо от ДПМа, либо от альфы. И сразу едут в сражение играть. Давно я уже не видел никаких нагибов на всяких ватных СТ-шках, ватных ЛТ-шках и так далее. Да и в принципе на них сейчас негде играть. Даже на каких-то открытых просторных картах все равно все едут на какой-то фланг в одну дыру, встречаются лоб в лоб и умирают за одну минуту. Пока ты на ватном танке пытаешься там где-то что-то понаходить по карте, пострелять, бронированные танчики уже поучаствовали в бою и завершили его. Если же вы не на мастерство проходите марафон, а на усердие, то очень много танков тоже сюда может подойти. Из премиумных это Ренегат, либо же Двухстволка и тому подобные танки. Это будет самый лучший для участия в марафоне и для участия в самом бою. Если вы просто играете и вам на марафон наплевать, все равно выбирайте хороший танк, на котором будет приятно играть. Конечно может быть визуальное или просто как-то личное какое-то предпочтение к другим классам техники, там к ЛТ или к ПТ или еще к чему-то, но картошка такая игра, что на ней не получится играть на том, что тебе нравится. Если хочешь играть на результат и не гореть от того, что ты не можешь принять участие в бою, то приходится играть на танках, которые в тренде и подходят под геймплей этой замечательной игры. Некоторые ватные танчики все же тоже подходят, но они чаще всего работают как огромная пушка, которая наказывает всех, кто вылазит в коридорные дырки на одном или на другом фланге, такие как Скорпион. Становишься напротив какого-то коридорного проема, враги там где-то вдалеке перестреливаются, а ты просто ждешь, когда враг высунет в эту дырку свою башку и в нее просто 500 урона тыкаешь и все. А в конце боя уже скорость может пригодиться, чтобы доехать до оставшихся врагов. Странно, что картошка не делает класс техники ОБТ, хотя уже давным-давно такие танки, грубо говоря, уже есть. Раньше разделение средних и тяжелых танков было намного заметнее, а сейчас оно все перемешалось и, честно говоря, вообще классы техники, эти значки, они что есть, что нету, они особо ничего не отображают. Если у вас какой-то класс техники, это не значит, что вы должны чем-то определенным в бою заниматься. И некоторых слабеньких игроков это только путает. Они думают, что вы, допустим, на среднем танке должны носиться по всей карте, а вы, допустим, бронированный, и на самом деле вы должны бодаться лоб в лоб с тяжом. Или наоборот. В общем, танки, которые могу вам посоветовать для прохождения марафона и в целом для того, чтобы играть в World of Tanks. 2H8 вариант 4, Т10, ИС-3, ИС-7, Т44, 430У, ИС-4, Е100, Леопард ПТА, Е75, Т110Е5, Т110Е4, АМХ М4-51, Кернар Ван, Конкуэрер, Супер Конкуэрер, Шкода Т50, УВЗ-111-5А, СТБ-1, 60ТП, 53ТП. Танков огромное множество, на которых можно поиграть. Здесь и много всяких акционных танков. 9 уровня, 10 уровня, за ЛБЗ и так далее. За ранговые бои, за ГК. На 10 уровне, легче всего, можно будет проходить марафон на 430У, Объект-277, Объект-260, ВЗ-111-5А и тому подобные танки. Ну и, конечно же, не забываем про Чифтен. На премиумных танках это Двухстволка, Ренегат. Это самые основные танки, которые подходят под нынешний рандом. Ну и кучу прокачиваемых я уже назвал. В целом, это самые приятные танки для того, чтобы поиграть сейчас. С вами был Варчик, карате красиво. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок